Это цех по производству картин. У каждой женщины своя задача. Каждая рисует только свои узоры. Всего 14 ступеней. Мне кажется, это самое сложное. Хотя, все, что связано с творчеством, для меня самое сложное. Она делает из яйца. Продолжение следует... У... У... Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Ну все, это конечный вариант. Тряпочка ее потирает, то, что те полировали. И раскладывает по корзиночкам, чтобы мы купили за миллион денег. Цена за маленькую картинку 770 тысяч. Я просто спросила, сколько стоит, что это такое. Мне сказали, это мункейк. Тот самый лунный пирожок, который я очень хотела испробовать. А мне сказали, мы тебя просто угостим. Счастлива, как идиот, конечно же. Мы прозвали этот тоннель, тоннель Гуччи. Потому что настоящее его имя запомнить мы не можем. Спускаемся вниз. Это вьетнамский тоннель, который был использован в нескольких войнах. В том числе против Японии и, конечно же, USA. Ну что? Let's go. Прям советчиной пахнет. Обман, опять обман. Ну что за наказание? Дальше я не помню. А в общем-то, мы зачем-то спустились вниз и снова поднялись. Это еще не тоннель. Мы идем смотреть документалку. Примерно так тоннель выглядит. Это сеть тоннелей, распространяющаяся на 200 километров. Здесь мы будем смотреть кино. Ой, как тяжело коленям. Они уже не выдерживают. Эта воронка образовалась от взрыва бомбы. Она была глубже и больше, но природа взяла свое. Это сеть тоннель. Папа, двести, штыки, штыки. Ага, ловушки для милипанцев. На типики обмазанные были ядом. Это вентиляция. Американские собаки были обучены на то, чтобы, конечно же, выискивать такого рода убежища вьетнамских солдат. Но вьетнамские солдаты бросали вот в эти, так сказать, трубы перец, либо шампунь, что-то там делали с шампунем, в общем, чтобы сбить с толку нюх собаки. Но американцы либо запускали туда газ, чтобы уничтожить, либо простреливали пулеметами. В общем, да, пытались избавиться, но в итоге этот тоннель все расширялся и расширялся. Они стали строить его зигзагом для того, чтобы было меньше возможностей уничтожить их. Этот тоннель не оригинальный. Вот здесь ввелся бой. Если вдруг начиналась бомбежка, то они вот сюда прятались. Но длительное нахождение в таких тоннелях, оно, конечно, очень сильно сказывалось на здоровье, на зрении. В общем, различного рода болезни очень легко цеплялись к тем, кто проводил много времени в таких бункерах. И, помимо всего прочего, было три уровня тоннеля. Первый и второй могли пострадать от бомб, а третий точно нет. Видите, у них сандалии на ногах. Это для того, чтобы не поймать инфекцию, не натереть мозоли. В общем, для того, чтобы было удобно передвигаться в джунглях. Еще одна вентиляция. Тоже скрытая от глаз врага. М-41. Американский танк. Американская сила, которую они использовали против Вьетнама. Он оставлен здесь после войны. Естественно. Я не знаю, зачем он это сказал. Они очень интересно вообще проводят экскурсии либо английский. Настолько странный язык, что приходится говорить какими-то простыми фразами просто очевиднейшие вещи. Отличного рода ловушки. Вот эта штука должна проткнуть зону под мышками. И что самое смешное, он говорит, что самое страшное это с левой стороны, потому что там находится человеческое сердце. Мать твою за ногу. Оно в принципе человеческое. И вот это самое опасное, потому что она как рыбный крючок, то есть если она войдет в тело, то обратно вытащится с трудом. Ее очень тяжело отпилить, распилить. Какой-то такой стойкий материал ко всяким ползновениям в сторону избавления от него. Господи. Так называемая мастерская. Они подбирали бомбы, доставали оттуда порох. Ну и просто производили свое собственное оружие против врага. Вот только поглядите на этот грабеж. Вот эта штука стоит 100 с чем-то. В этой мастерской она стоила где-то 400-500, по-моему. Чем больше, тем дороже. Вот с этими тоже самое абсолютно. Картины здесь стоят просто в три раза дешевле. Они могут, конечно, сказать, ну что, это же вообще не настоящее. Но лично я не могу найти ни одного различия между тем, что я видела там в мастерской и здесь. Соответственно, такой грабеж вообще. Наглость и дело дня. Поэтому я ненавижу вот такие вот поездки. Но их можно любить только за то, что вот там вот ты посмотришь, как делаются разного рода вещи. Все остальное, конечно, грабеж среди бела дня. Там сейчас происходит стрельба. Люди в наушниках вот таких специальных. Я не пошла. Вот слышите? Вот как? Ежечасно, ежесекундно это слышать. Я уже подыхаю, а люди без наушников то же самое слушали на протяжении нескольких лет, борясь во благо. Ненавижу! Я теперь понимаю, почему пошла легенда о том, что у людей когда-то были крылья. я первая не хочу стоять за спинами миллиарда людей. на протяжении. Он мне сказал, пойдем. А то есть я как бы не иду, да? Ну что за люди, а? Так, я падаю из-за пакета. Ой, мама! Блин, серьезно? Ну это же жесть какая-то. Так, там какой-то зонычик. Ты должен стоять на протяжении? Что? Если смотреть в камеру, то ты как бы отвлекаешься, и тебе как бы вообще пофиг. А на самом деле, когда ты смотришь, ну, так сказать, в жизни, господи, у меня начинается паника. Понимаете? Прикол. Лучше об этом не думать, если бы я здесь. Осталось хотя бы на одну ночь. Я бы сдохла. Но... Окей. Если кто-то уйдет, я могу оставить мою пакет с ними? Блин, ну с пакетом, конечно. Это я, конечно, зря. У меня есть фонарик. А, блин, там кто-то ушел. Надо было отдать пакет. Здесь мы должны ползти. Господи, Женя, вот я удивляюсь себе. Зачем я делаю эти глупые вещи? Правда. Это очень сложно понять. Я, конечно, понимаю, жизнь одна. Но... Это же сумасшествие. Я не знаю, как я вообще движусь. Меня спасает то, что я смотрю в камеру. Просто когда я начинаю осознавать, где я нахожусь, мне становится плохо. и очень страшно. Мама! Ну, вот где начинается отходняк. Эм, ты в порядке? Да, хорошо. Окей. Так, второй туннель. Попроще. Ну, я как бы не вижу. Я тут, между прочим, застреваю. А в том я не застревала. Это какой-то госпитальный бункер. Ох, вот здесь уже лучше. Такая крыша. Попроще. 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 Ох. Мы на кухне. Они могли проводить здесь до 15 дней. Посмотрите на мое лицо. У меня так жарко. Я схожу с ума. Я не могу представить, как они могли находиться в таких условиях. Все это время. Это ужасно. Я сейчас нахожусь во Вьетнамском музее, одном из главных музеев страны. Его ежегодно посещают несколько миллионов туристов. Сегодня примерно тысячу человек его посетило уже. А он еще не закрывается. И вот что мне хочется сказать. Вы же понимаете, господа, как это удобно. Может быть, вы и не догадываетесь. Может быть, и я не догадывалась. Просто чисто логическое рассуждение. А еще очень важно это чисто мои фантазии. Фантазии обычной простой русской женщины. У которой просто разыгралась от того, что она не спамшая и так далее. В общем, фантазии на тему. Как же удобненько. Мы-то думаем, что вот это вот пиф-паф ой-ой-ой начинается для того, чтобы продавать вот эти штуки, которыми пиф-паф ой-ой-ой. за счет чего другие государства получают барыш. Ну, имеют выгоду. Правильно? Так вот, это ошибочное мнение. Потому что выгода как раз не в этом. А выгода как раз в мнимой помощи. То есть, они тебе типа дают помощь. Но по факту ты подписываешься под кредит, который будешь потом выплачивать всю свою жизнь. И вот в чем выгода. Ну, ни одна помощь не дается бесплатно. А какими бы вы идиотами не были, пора уже это осознать. Потому что ваш идиотизм будет только увеличиваться. Чем больше вам дают и чем чаще вам дают помощь. Какого бы то ни было размера, состояния. Это пиф-паф ой-ой-ой. Или же это ням-ням. И все остальное. Господа, вы будете платить за это всю свою оставшуюся жизнь. Пока ваш вот этот Чинганчкук главный. Да, если он будет успевать расплачиваться, то может быть и ваше поколение расплатится. А по факту будете платить дань до конца своей жизни. Удачи вам всем. Ведьте дальше в добрые дела великих спасителей. Для тех, кто на темной стороне луны. Вот эта милая девочка, вот этот вот ангелочек, была рождена после того, как ее отец вернулся с вот этого вот события. В 1982 году сделана эта фотография. Вот такие последствия получила Дженнифер от своего папы. Это она в более взрослом возрасте. Когда Дженнифер была 14, ее отец сделал вот так себе от посттравматического синдрома. То есть человек не выдержал того, что с ним было. Вы думаете дважды то, что вы делаете. Несет за собой последствия. И это ваш выбор. Только ваш выбор. Вы можете говорить, что вас кто-то заставляет. Что у вас не было выбора. Выбор есть всегда. Но то, что вы выбираете, то и есть вы. Это штуковина с гвоздями. Мне кажется, это единственное, в чем преуспел человек. В своей чудовищности. И вообще в принципе везде. Чего мы достигли? Ничего. Только вот эти штуки стали более искусными. И все. Больше ничего. Я когда в самом начале пришла такая. Ой, самолетики. Хочу спотаться с самолетиками. А потом такая. Женщина, ну ты совсем что ли? Ну ты ж не идиотка. Это же все-таки как бы техника, которая не спасала людей. Ну в общем я одумалась. И считаю, что сделала правильно. Ну как бы это вообще просто таз. Ну на самом деле, но. Блин, просто идешь по улице. В общем, Хо Ши Мина. Они падают деньги. Что происходит? Постой. Просто. Во Вьетнаме. Витас. Невероятно.